Добрый день, меня зовут Валерий Турбасев. Я сразу хочу сказать, кого я представляю. Объединение воинов, участников АТО, Патриот. У нас в городе есть три общественные организации, созданные АТОшниками. Я также переговорил с организацией Поваровский легион, они тоже поддержали мое мнение. И я вижу здесь в зале Михаила Михайлов, руководитель третьей организации, он сможет сам свое мнение высказать сегодня, я думаю. Так вот, после того, как мы узнали об этом строительстве и видели не один раз и слышали о том, что застройщик ссылается на то, что этот объект будет строиться, в том числе и для участников АТО, мы, конечно, заинтересовались этим вопросом, но хочу сразу сказать наше мнение. Мы не можем поддержать проект и объект строительства, если оно не соответствует законодательству Украины. А то, что там собираются строить, оно явно идет в разрез с интересами громады нашего города. Несоблюдение санитарных норм водозабора – это преступление. И мы, как люди ответственные, думаем о будущем нашего города, о том, что нашим детям и внукам жить в нашем городе, мы стоим на том, что этот водозабор, он нужен городу. Рано или поздно мы будем им пользоваться. Захаров ссылался на то, что он согласовывал свою позицию в Днепропетровске. Но мы связались с ассоциацией участников АТО, которые объединяют много громадских организаций в области. Они тоже не в курсе этого проекта, но он ссылается на Татьяну Губу. Татьяна Губа – это известный волонтер, уважаемый человек. Она в свое время работала в обл. администрации и помогала отрочникам. Но я более чем уверен, что когда ссылаются на нее, ей не дали всю информацию. Потому что ей сказали, что мы хотим построить реабилитационный центр, как в СИЗАР и ЯЗАР. Но никто же не сказал ей о том, где его будут строить и при каких условиях. Если бы она это знала, и, конечно, бы она это не поддержала. Но когда начинаешь говорить с ними, они сами не понимают, что они будут строить. То какой-то комплекс, то реабилитационный центр, сейчас уже и подробно. Сразу видно, у людей мнение меняется очень быстро. И самое главное, проекта-то нет. Нет проекта строительства. Нет проекта, согласованного со всеми инстанциями. А уже строится забор. Причем не ограждение, а забор, бетонный забор. И даже с элементами фундамента. То есть мое мнение, просто прикрываясь нами, атошниками, хотели поставить забор, построить там какие-то объекты или просто положить фундамент. А после этого в законе через суд этот объект и уже строить там все, что они хотят. Вот такой был, наверное, план. И очень хорошо, что мы вовремя, и громада города вовремя это поняла. И сейчас я вижу, поднялись. И я думаю, этот проект у них не будет осуществлять.